Еще раз добрый день, блогеры! 12 января, вот я возвращаюсь с трассы, сегодня недолго я пробежался по лесу. Вот я хочу сказать, что смотрите, я практически в городе Перми, это все городские леса, и проблема в чем? Смотрите, сегодня проблема колоссальная для города, это рассеяние веткового жилья и жильем молодым семьям, очень много социальных программ, но к сожалению, все мы физируем до такой степени, что строят в центре, потому что это деньги, это земельные участки и так далее. А нужно строить вот здесь, на окраине, создавать инфраструктуру за счет муниципалитета, и строить однотажные дома деревянные, страховать, сбросить дорогое жилье, можно и панельное, и тогда это копейки еще стоят, копейки. Но проблема, что вот та администрация, сегодняшняя администрация, она не хочет этим заниматься, потому что это мафия. А вот сюда расселить ветки из деревьев, расшелить все, социальные программы все расселить, только единственное, чтобы создать инфраструктуру, создать школы, создать дороги и так далее. Это же золотой край, тут лес, экология шикарная, все шикарное, тут они не понимают, что живут на золоте, просто все это центр, это говно, а не центр. Посмотрите, вот лес, фактически я в лесу, видите, лес, все это, городские леса, причем они только называются городские, по сути дела это нормальные леса. Поэтому вот и все строить нужно здесь, на окраине, создавать инфраструктуру и так далее, дороги, рабочие места создавать, и все быстро-быстро заработать. Но проблема мафия, проблема коррупции, проблема в том, что они ничем не хотят заниматься, деньги пилить, проблема очень простая. Заказательная база есть, все, давайте разбирайтесь, считай их, доказывайте, но разрушена вся была проходильная система в эти годы, вся до основания. Там эти дети их, блатные, я когда смотрю, блядь, на этого начальника, бывшего директора, начальника ФСБ, генерала Езубченко, который ушел, мне, блядь, охота запустить что-то в него, скотину, блядь, я его пытался посадить, там и так далее, ну это мразь, блядь, ну подонок натуральный, блядь. Сейчас лучше безопасности в Лукойле работает, устроился, пенсию получил, а вы должны высказывать свое мнение, вы, граждане, что вы на них смотрите, что на них, и так далее. Надо более жестко вести себя, и более, если хотите, так сказать, агрессивно, ничего там нет страшного, вас раздевают, они должны знать, что что-то. Вот, пожалуйста, вот вам все это, гаражи какие-то, дачные кооперативы, все это надо убирать, выкупать у граждан по нормальным ценам, но для этого надо бороться с мафией, реально, так сказать, видите, это все городские леса, видите, шикарный лес, это вот дачный поселок, какие-то гаражи стоят с кооперативой, все это надо убирать, все это застраивать нужно, застраивать нормальным жильем, Дешевым, качественным, создавать инфраструктуру Все это можно делать Это 3-4 года все заработают Люди все получат Деньги все есть Проблема в мафии, в коррупции В нежелании власти Двигаться в этом направлении Поставьте, избейте меня мэром Избейте меня мэром, все будет Главное будет бороться, за 3 года будет тяжело Будем сажать, почему? Потому что в основном начальники, зам, начальники Глав администрации, это бывшие Проходители силовики и так далее Они там все схвачено, все прикормлено Они знают, что они находятся на полной безнаказанности Назначьте меня, я опальный силовик Я с ними ругался, когда был Погоны носил, потому что не люблю жуликов И мразь всю эту, потому что люди Работает, работяга, что у него, где Он украсть может А здесь он дурака делает А я вышел из этой среды, понимаете Здесь он делает дурака А он, бля, крестьяне на чужу сейчас строил Молчал, сидел, так сказать, дурачка Отстроил себя, дослужился там до полковника Какой-то дождь занял и начинает воровать И так далее И детей своих начинает, так сказать На самом деле он крестьянин Маргинал Почему? Потому что А у меня дед был старовер Все было нормально и так далее Я ничего не воровал Поэтому назначьте меня и все будет нормально Будут репрессии Будут, так сказать, крики, скандалы Будут три будет непросто Будут провокации устраивать Я все проходил Но При вашей поддержке Мы это все переломим Это все заработать Будет нормальная власть Нормальная экономика Я сегодня в баню пойду Париться Тут баня есть После трех Пойду париться Поэтому это ваш выбор Назначайте меня Избирайте меня И так далее И да, будут конфликты Ругань будет Но В целом В целом Все устаканится Спасибо ваш Бессонов Алексей Борисович Субтитры создавал DimaTorzok